Всем привет! Меня зовут Ники Макалин. Сейчас я в самом популярном и престижном районе Сеула, Каннам. Каждый день здесь проводят тысячи пластических операций. Южная Корея это столица пластической хирургии. И сегодня эксклюзивно для своих подписчиков в рамках своей рубрики пластической операции в Корее я покажу вам весь процесс, как проходит операция от начала до конца. Сегодня третья часть видео о двухчелюстной пластической операции. В двух предыдущих выпусках я вам показывала первую консультацию с хирургом и весь процесс подготовки к самой операции. В этом выпуске вы увидите результат сразу после операции, первые дни в новом облике, а также 30 дней после операции. Если вы пропустили предыдущие выпуски, обязательно посмотрите их. Ссылки вас ждут в описании. Давайте сейчас мы пройдем с вами к Эдику, поздороваемся с ним и узнаем, как он себя чувствует. Эдик уже в палате. Сказали, что все прошло хорошо и ему еще также дали переводчик, точнее фразы на русском языке, для того, чтобы он мог в случае чего объясниться. И также здесь есть кнопка вызова, для того, чтобы можно было вызвать медсестру, если это будет нужно. А так они в любом случае будут приходить, проверять лекарства, будут менять что-то. Сейчас Эдик решил немножко отдохнуть, потому что все равно есть немножко такое состояние, знаете, когда не понимаешь, который час, какой сегодня день. И это все, конечно же, пройдет. Ему принесли, как я уже говорила, вот такую памятку, и при помощи которой он сможет общаться с персоналом на корейском языке здесь есть и также на русском языке. Так что он сможет показать в случае чего, что ему нужно. Он хочет есть или он хочет туалет, или откройте, закройте дверь и тому подобное. Так что все вот здесь. И также доска для того, чтобы он мог написать им свои пожелания, потребности. Вот так вот здесь все выглядит. Если же вдруг Эдику будет холодно, то ему включат здесь систему, и она будет его обогревать. Если же ему будет жарко, вот сейчас он попросил выключить, потому что ему, да, было жарко, и сейчас эта система уже не работает. Когда только он проснулся, ему было холодно. Потом он уже, в принципе, в себя пришел, поэтому ему стало жарко. Что касается состояния Эдика, то сейчас ему очень тяжело глотать слюни. Они у него скапливаются, но он не может их проглотить. И также у него очень першит горло, и немножко тяжело дышать ему. Он сейчас об этом мне сказал перед тем, как уснул. Сейчас он отдыхает, и ему нужно поспать очень хорошо, чтобы восстановиться, чтобы восстановить все силы, которые он потратил на операцию. И ему нельзя было спать несколько часов после того, как ему сделали операцию. Швы ему снимут где-то через две недели. Завтра утром придет доктор О и осмотрит Эдика. И также сейчас ему поставили капельницу для того, чтобы водилось обезболивающее и также антибиотики от отеков. Как видите, у Эдика скапливаются слюни, и из-за того, что першит горло, ему хочется хорошенько откашляться. Но пока такой возможности нет. Поэтому по возможности ему сказали все равно пытаться это делать. Мы пришли в аптеку для того, чтобы купить лекарства для Эдика, когда он поедет домой. И он будет их сам принимать, и сейчас ему их изготавливают. Аптека находится в этом же здании, поэтому это очень удобно. И здесь сразу продают аксессуары, если они вдруг будут необходимы. То есть это солнцезащитные очки, различные маски, кепки. Как раз таки для людей, которые делали себе пластические операции и едут домой. Эдику сейчас будут делать промывание, будут обрабатывать все. Эдик поспал, отдохнул, все хорошо пока. Помывание потом. Какие-либо определенные продукты есть, которые не нужно сейчас употреблять? Нормально? Проходит потихоньку? Видишь, уже хорошо, а ты боялся. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Молодец. Это легче, чем пить со стакана или с ложки. Сегодня второй день после операции Эдика. Как он себя чувствует, что он делает, вы уже видели до этого. Сегодня с утра ему вставили пластину между верхней и нижней челюстью. И все это, естественно, перетянуто резинками для того, чтобы челюсть была зафиксирована. Также сегодня он смог поесть впервые после операции. И сделал он это через шприц с трубочкой. Эдику сейчас будут проверять гемоглобин. Берут кровь из пальца. Как это? Это абсолютно правильный. Правильный. Это хорошо, хорошо. А, нет. Внутри, в губу, в щеки. Ну да, высасываю. То есть по всей полости рта. Во рту ты имеешь в виду? Или в щеку? В щеку? В губу. Да не в губу. Я сегодня... Почему? Я же сегодня увидела, как тебе дела. Ты, может, тебе показался. Протыкает, наверное, чтобы выходила вот эта жидкость. Понял? Потому что он тебе проколы делает, а потом... Да? Да-да-да, потому что в шланге я вот это вот все увидела. Молодец ты. Протыкает и как будто все высасывает. И тебе как будто легче, да, становится? Отсюда все высасывает. Через вот эту вот часть. И как будто издувает. Такое ощущение у тебя есть. Эдик пьет воду. Ты распределяешь воду? Угу. Но с трубочкой удобнее, да? Шприц. Потому что мы когда смотрели, у девчонки, короче, она просто шприц использовала. Без трубочки. Итак, всем привет еще раз, ребята. Вот так выглядит Эдик спустя две недели. И сегодня ему будут снимать швы. Пойдем в процедурный кабинет. Посмотрим, что тебе буду делать. Но Эдик говорит, что он не чувствует швов. В принципе, это нормально. Сейчас ты их почувствуешь, когда тебе их будут снимать. Пойдем. Вот они швы. Ниточки. Немножко будет доколоть, подтягивать. Снятие швов это всегда неприятная процедура, но достаточно быстрая. Ну, как ты себя чувствуешь? Нормально? Быстро все прошло? Ну, были неприятные ощущения, но не так больно, да? Угу. Ты сейчас чувствуешь, что у тебя нет швов? Ты же швы не чувствовала. Ты чувствуешь что-то? Все точно так? Угу. Ну, хорошо. Угу. Итак, Эдику сейчас сняли все швы. И также сейчас его пригласят на лазерную терапию. Сегодня у него будет легкая лазерная терапия для профилактики отеков и воспалений. А в следующий раз, когда ты придешь на прием, то есть через неделю, у Эдика уже будет высокочастотная лазерная процедура. Вот. И также, что касается твоих отеков, все проходит по плану. Ты себя нормально чувствуешь? Угу. Ты уже привык к себе? Пока еще непонятно, да? Угу. Таким вот образом выглядит лазерная терапия. И так нужно будет полежать 20 минут. Далее защитные очки, чтобы поберечь глаза. И все. Всем привет! Сегодня прошло ровно 30 дней со дня операции. И сегодня я наконец-то вам покажу результат до и после. А также покажу вам все завершающие процедуры. И сейчас мы вместе с вами пройдем в процедурный кабинет, где делают массаж и лазерную терапию для всех пациентов, которые проходят через такие операции. Пойдемте. Уже включили лазер, надели очки. И вот так вот здесь все выглядит. У меня очков таких защитных нет, поэтому я, пожалуй, удалюсь. Эдико уже сделали контрольные снимки. И сейчас ему делают высокочастотный массаж. Потом будет еще лазерная терапия. И уже после этого мы встретимся с доктором О. Он нас проконсультирует еще раз. Расскажет, как идет заживление, восстановление. И как происходит сращивание костей. О. 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 То есть твоя челюсть, она нам сместилась. Посадим. О. 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 Э Он сейчас покажет много линий лица. Это вообще круто. Это было раньше, а это было сегодня. Это было раньше, вы видите, да? Да, очень хорошо. Что он сделал вверху, он выдвинул вперед. Задвинул назад. Так что, это 20 мм. Потому что я его подошел и положил вверх. Это 20 мм. Потому что верхний задвинул на 3,4 мм. Вернее, выдвинул. А нижний задвинул на 6,7 мм. Общий район за 20 мм. Ну да, это двухлощих. Цвета с ним не вышла. Это просто потрясающий результат. Я просто в шоке. Вот так вот. То есть, в основном ты профил лица остался в прошлом. Вы видите? Ага. Правая часть он говорит, что у меня. Да, да, и у него. У него нет титанов, он говорит. Поэтому вам нужно держать, чтобы зафиксировать. Через 2 месяца, он говорит, они срастутся. Через 6 месяцев они станут как бы жесткими. И после 1 месяца фузы. То есть у него сейчас вообще нет титанов? Нет, нет титанов, он сказал. После года она у вас уже срастутся полностью. Так, в 2 месяца, этот эластик и эти резинки будут фиксировать позицию. Поэтому очень важно. Это вот и вот, вот и вот. Вот здесь положено. И это сделано на вершине. Вы можете говорить сейчас. Я изменил эластиков на длинную. Длинную. Так, чтобы вы сейчас обращались. Вы сейчас можете разговаривать, потом ты лень киво. Да, 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 лень киво. Он уже поменял, он на более длинный резинки. Да. Да, ладно. Он уже там и хрен. Лень киво. Да, лень киво. Долгzeет тоже. Приклика за 25 июне можно фиксировать этот пластик варту, а для 25 июня можно резинок на стакан. Да, у меня есть. Лень киво. Хорошо. Это очень важно. Это очень важно. Это очень важно. Это самое важное, хорошо? Он говорит, из-за того, что вам не фиксировали старыми пластинами, вот эта вот пластинка, которая сейчас в рту, она и будет вам фиксировать челюсть до того, как... So, 1-month wafer and elastics. During day, long one. During night, short one. Длинные резиночки во время дня, короткие резиночки могут состоять на дочке. Вы узнаете, что ночью, когда я спрел, она чуть-чуть толпает на ничего. Итак, мы прошли уже последнюю консультацию с доктором О. Доктор О посмотрел полностью Эдика, посмотрел его снимки и сказал, что заживление идет просто на высшем уровне. Вы сейчас это могли тоже наблюдать на снимках. Я, честно говоря, была в очень приятном шоке от того, насколько все прекрасно. И даже уже сейчас, несмотря на то, что прошел всего лишь месяц, результат просто поразительный. И до и после это просто небо и земля. Вот так что Эдику сделали, получается, двухчелюстную операцию. Многих интересовал вопрос стоимости операции. Я обещала вам рассказать в этом видео обо всем. Конкретно эта операция обошлась 22 миллиона вон. Это приблизительно в долларах 21-22 тысячи. Но также еще сделали очень хорошую скидку, потому что Эдик разрешил использовать его фото в маркетинговых целях. И также он платил наличными. Поэтому также это поспособствовало тому, чтобы ему сделали еще больше скидку. Рекомендации, которые дал доктор О Эдику на ближайшее время. Так это чтобы он носил сплинт между зубов для того, чтобы фиксировать прикус. Потом можно будет через некоторое время этот сплинт снять и носить только лишь эластики. То есть резинки, которые будут удерживать прикус. Эдику сделали нефиксирующую двухчелюстную операцию. То есть у него не были использованы титаны. Изначально планировалась такая операция. Но потом решили, что операция, которая сделана Эдику, будет подходить ему больше. И я, честно говоря, в приятном удивлении, насколько все быстро заживает. И как ты себя сейчас чувствуешь? Я себя чувствую хорошо, превосходно. Мне нравится результат. Не только мне, но и моим друзьям, родственникам. Многие меня не узнают. И счастливы то, что я счастлив. Вы можете наблюдать, что у Эдика все пропорции лица стали симметричны. Конечно, нельзя говорить о полной симметрии. Но в целом его лицо, то есть средняя линия у тебя была тоже перекошена. Да, у меня были глаза, нос, рот. Сейчас все стало на место. Это раз выдвинулась верхняя челюсть. Соответственно, верхняя губа у Эдика уже не впадает внутрь. И нос стал более выразительным. Кстати говоря, мне также кажется, что двойное веко у Эдика тоже стало более ровно. Из-за того, что все черты лица встали на место. Да, уши, рот, нос, все у меня выпрямилось. Нос поднялся вверх, так как верхняя челюсть была чуть вперед выдвинута. Хотела заметить, что у Эдика сейчас уже звуки, которые он выговаривает, намного четче стали. Если раньше у него была нарушена дикция, то сейчас звуки совершенно по-другому он произносит. И как ты сейчас ешь? Хорошо, я прорабатываю челюсть, работаю челюсть и нормально. Беспокоят ли тебя сейчас какие-либо боли? То есть, у тебя что-то болит или же есть какой-либо дискомфорт? То есть, 30 дней прошло после операции. Как ты себя чувствуешь? Нет, ничего такого. Головные боли прошли, челюстные тоже боли прошли. Ну, чуть дискомфорт в том, что не привык. Но это время, я думаю, месяц. Я уже, в принципе, привык к новой челюсти. Я хочу сказать, что за месяц это просто колоссальные изменения не только во внешности, но и в целом в образе жизни. Потому что всю жизнь ты жил с неправильным прикусом, неправильно прожевывал пищу, а сейчас все эти нарушения у тебя прошли. Да. Ты рад? Да, и сейчас по-новому учусь, как маленький ребенок кушать. Вот сейчас, когда уже все трудности позади, когда осталось только наслаждаться результатом, сделал бы ты еще раз пластическую операцию в Корее? Да, я бы сделал, не жалея, я бы прошел снова через эти боли, через эти затраты, через это восстановление и был бы рад так же, как и сейчас. До этого, я знаю, ты искал информацию по операции, которую хотел сделать и ходил в несколько клиник на консультации, но в итоге ты выбрал ту клинику, которую посоветовал тебе я. Да, я, как я и говорил до этого, после твоего выпуска именно этой клиники Риджен, я также по твоему совету записался именно к доктору О, и я был очень рад, что я выбрал именно эту клинику. Мне очень часто приходят сообщения, что у многих людей подобная проблема, у кого-то перекрестный прикус и так далее, и я хотела бы спросить у тебя, Эдик, что конкретно бы ты посоветовал людям, которые хотят себе сделать подобную или же другую пластическую операцию? Хотел бы посоветовать, если такая же проблема у вас существует и есть возможность, не думайте, идите и делайте у хорошего хирурга. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видео, оставляйте свои вопросы в комментариях и ждите новые выпуски. Увидимся с вами в новом видео, всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok